Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире очередной выпуск программы «Обратная связь». Программа, в которой мы с вами разговариваем на самые актуальные темы нашей с вами жизни. Начнем мы сегодняшний выпуск с небольшой работы над ошибками. Дело в том, что в прошлой программе была допущена неточность в титрах. Валерия Вострикова, одна из гостей «Обратной связи», была обозначена как начальник отдела ЖКХ и экологии по Ленинскому району Северного округа города Оленбург. На самом деле, Ленинский район относится, конечно же, к Южному административному округу областного центра. Приносим извинения за эту техническую ошибку. Напоминаю, что в течение ближайших 40 минут мы ждем от вас, уважаемые телезрители, звонку в прямой эфир по телефону 43 45 07, а также ваше участие в интерактивном голосовании. Вопрос интерактивного голосования, а также номера телефонов и варианты ответов, и номера телефонов, по которым звоните, голосуя за тот или иной вариант, сейчас на ваших экранах. Напоминаю также, что и звонки в прямой эфир, и звонки на интерактив, они абсолютно для вас бесплатные. А сегодня мы будем говорить о высших учебных заведениях Оренбуржья, их проблемах, о том, как они будут жить и работать в условиях вступления в силу нового федерального закона об образовании. Говорить мы будем сегодня с моими собеседниками. Это председатель Совета ректоров вузов Оренбуржья и ректор Оренбургского государственного университета Владимир Петрович Ковай-Валевский. Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. А также председатель студенческого научного общества Оренбургского государственного университета Владимир Тарасенко. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну и хотелось бы начать с такой немножко неприятной темы, но тем не менее она очень актуальна. Дело в том, что предлагаю вам вспомнить события полугодичной давности, когда появился этот пресловутый федеральный рейтинг эффективности вузов. И мы из этого рейтинга узнали, что целый список наших вузов, к сожалению, среди них такие крупнейшие и старейшие вузы Оренбуржьи, как Педуниверситет, как Сельхозуниверситет, Аграрный университет, как Медакадемия, они тоже попали в список неэффективных. Вот сейчас, когда прошло какое-то время, все это немножко устаканилось, эмоции улеглись. Все-таки к вам, Владимир Петрович, первый вопрос. Хотя ваш вуз-то не попал в список этих неэффективных, но вы отвечаете, как представитель совета ректора, в том числе и за все вузы. Почему это произошло? Почему так случилось? Ну, я так полагаю, что была некая поспешность в проведении вот этого вот мониторинга эффективности. Поспешность со стороны Федерального министерства образования или как вузы к этому отнеслись? Да, наверное, это в их адрес. И я считаю, что надо было все-таки заранее обозначить вот эти вот критерии, установить пороговые значения. Какое-то время должно быть на осмыслении вот этих вот всех параметров. И тогда бы, наверное, не было вот такой, скажем, скандальной ситуации, которую мы получили. Но мы получили. Мы это не только Оренбургский регион, потому что такая же ситуация везде по стране. Потому что там целая волна, значит, сюжетов в средствах массовой информации, в интернет-сообществе там что только не писали. Но в основном негативные отзывы. Потому что именно такие вузы, которые принято считать престижными, попали в этот список. Вот что самое обидное. И да, там, если брать предыдущие рейтинги, то, скажем, некоторые столичные вузы, которые попадали там в 20-ки, в 50 лучших вузов России, вдруг оказались в списке неэффективных. Где конкурсы на поступления вот такие, что там, как в мавзолей, да? Да. Ну вот это обсуждалось впоследствии. И вот, скажем, я присутствовал. И было такое очень крупное совещание в Саратове под председательством Палпреда в Приволжском федеральном округе. И там выступал наш министр, был Хинштейн, депутат Государственной Думы, был Хлунов, начальник управления по научно-образовательной политике администрации президента. И они пытались убедить нашего министра, что так делать нельзя. Дело в том, что образовательная система, она имеет колоссальную инерционность. И там вот все вот такие вот резкие телодвижения, они недопустимы. Ни к чему хорошему они не приводят. Мы должны все это аккуратно отработать, аккуратно выполнить, осознать, привыкнуть к этим. И в конце концов, есть такая штука, как комплекс аккредитационных показателей. Это государственная аккредитация или лицензирование. Да, конечно. И вдруг вот в разрез со всеми этими вещами пошел вот этот вот, так сказать, пошли результаты мониторинга. Вы считаете, что это поспешно со стороны Федерального министерства образования? Владимир Владимирович, можно к вам вопрос? У вас по этому вопрос, какое есть мнение? Я как представитель студенческой науки, как молодой ученый, безусловно, мы были удивлены таким развитием событий. В 2011 году наш ВУЗ прошел процедуру лицензирования и аккредитации. Все было нормально? Все было нормально, да, хорошо. Наши студенты участвовали в грантах, то есть и научно-исследовательской деятельности, и учебной деятельности. И получают наши студенты и премии, и стипендии президента правительства Российской Федерации. И наступает осень, и объявляет... Друг бас, ни с того ни с сего. Да, ни с того ни сего, мы попадаем в этот список, безусловно. Извините, я вас перебью, вот такое ощущение, что это было для всех неожиданно, что вот все прошли эту процедуру, вот эту лицензирование, аккредитацию, и вдруг что-то, какое-то нововведение. Ну вот, тем не менее, в продолжение этой темы, сейчас мы посмотрим один сюжет, и я предлагаю вам перенестись на полгода, простите, на месяц вперед, на середину декабря прошлого года, когда всех ректоров, в первую очередь тех вузов, которые признаны неэффективными, или есть такой федеральный минобручевый термин, вернул, имеющий признаки неэффективности, их собрал губернатор, и такой достаточно нелицеприятный разговор получился, потому что губернатор говорил, что он встречался неоднократно уже с министром образования России Ливановым, и просил его изменить мнение Министерства образования по отношению к нашим вузам. Вот какая была эта встреча, давайте посмотрим сюжет, вспомним. Я вчера зашел в Кремлевский дворец первый, с кем вот встретился, это был министр образования, так я шел с ним, и вот все только говорил. А говорил губернатор примерно так, господин министр, наши вузы на самом деле хорошие, а вот их ректоры не очень. Спустя рукава, понимаешь, отнеслись к твоему мониторингу, дескать, что это за указивка, не до нее сейчас. Вы никак отнеслись вот к этому запросу, отписали проректору, проректор отписал еще кому-нибудь, вы расписались, не глядя, не читая ничего. И никто меня не убедит в обратном. Впрочем, переубеждать не пытались, мол, все слушали с виноватым видом. А Юрий Берг приводил все новые аргументы в пользу своей версии. Так, например, в Новотроицком филиале столичного института стали сплавов в начале мониторинга в графе «Результат научно-исследовательской деятельности» написали ноль. Когда запахло жареным, он волшебным образом превратился в 26 тысяч рублей на преподавателя. Вот как это объяснить, скажите? Ну что, малые дети? Пресса, все, спасибо, до свидания. Непростой, можно даже сказать, тяжелый разговор с руководителями проштрафившихся вузов продолжался без присутствия журналистов. Когда все операторы и корреспонденты вышли, разговор перешел, наверное, еще более жесткое русло. Но о чем он шел, остается только догадываться. Губернаторские нравоучения делились еще полчаса, но в итоге все вышли живыми и даже бодрыми. Выяснилось, что за закрытыми дверями эмоции сменились конкретикой. Как избавляться от клема неэффективной? Губернатор потребовал от руководства университетов выработать четкие мероприятия по устранению этих недостатков. Все руководители образовательных учреждений понимают, что дважды хорошо не бывает. Точнее, сначала было хорошо, потом стало плохо. Потом это с приходом нового федерального министра образования. 10 декабря в Саратове его не раз спрашивали, отчего многие вузы страны, до того успешные и престижные, в единочасье стали отсталыми. И почему в эффективные попали те, чьим выпускникам прямая дорога на биржу труда. Министр отвечал уклончиво, но упорно. Сказал достаточно четко, мы учредители, мы имеем право определять для наших подведомственных организаций, образовательных учреждений, те показатели, которые для нас являются важны. Одним словом, я министр, это мои вузы и я так хочу. То, что они уже прошли аккредитацию, то есть госэкспертизу своей состоятельности, вопрос для нового главного отобразования 10-й. Впрочем, закон плох, но он закон. Можно ругать Дмитрия Ливанова до бесконечности, но его замечания устранять придется. Губернатор дал срок до конца этого года, ведь уже весной следующего очередной мониторинг. Пока мы с вами просматривали этот сюжет, у нас появился первый звонок от телезрителей. Тезрителей позвонил на телефон прямого эфира 43-45-07, и мы сейчас слушаем его вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, программа «Обратная связь». Задавайте свой вопрос, не забывайте, пожалуйста, представляться. Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня такой вопрос. Вот после данных правительственных проверок, какие вузы в нашей области останутся, а какие будут ликвидированы? То есть, вот у меня ребенок подрастает. То есть, в будущем более эффективно будет, в какой вуз его отправлять? Ну, спасибо за ваш вопрос, понятно. Он, чтобы без работы не остался. Понятно. Куда идти, куда не идти? Куда, может быть, уже завтра этого вуза не будет? Или все-таки не так трагично, а, Владимир Петрович? Ну, дело в том, что вот те три наших старейших вуза, которые были признаны неэффективно, им дали возможность для исправления, то есть, педагогический, аграрный и медицинский, закрыты будут несколько филиалов государственных вузов. Там нельзя вообще ничего исправить, или они не нужны? Там исправлять, наверное, и не нужно, и никто это не позволит делать, потому что филиалов великое множество, и острой необходимости в них нет. Почему будут закрывать этот филиал? Вот вы меня так с дилетатской точки зрения рассуждают. То есть, это есть какое-то небольшое помещение, называется филиал вуза, а там три парты, там два преподавателя, и на всех там три книжки. Я условно говорю, так, что ли, получается? Ну, не совсем так. Скажем, если брать наш вуз, то мы закрываем филиал в городе Уфе, которому обучается полторы тысячи студентов. Надеюсь, да, они в маленькой комнатке не разместятся, в любом случае. Так а чем обусловлено? Обусловлено это тем, что они не имеют собственной базы, находятся в арендованных помещениях. Понимаете? Там нет перспективы развития таких подобных филиалов. То есть, мало того, что нужно как-то сейчас отвечать сегодняшним вене времени, так еще нужно на перспективу работать. И иметь этот четкий план, да? Я считаю, да, что если вуз не имеет собственной материальной базы, если он где-то что-то арендует, где-то что-то перехватывает, ну, это в первую очередь... Сами понимаете, очень серьезный вопрос, должна быть серьезная база, должны быть научно-педагогический кадр. То есть, это очень такой серьезный клубок проблем. И, скажем, ну, филиал, который ведет обучение только по заочной форме, это все-таки, наверное, не совсем скоро. Я немножко конкретизирую вопрос телезрителя, я думаю, что он так его ставил. У нас в Оренбурге, вот, наверное, самые вот большие вузы, которые у всех на слуху, у них-то какая судьба будет? Ничего там не закроет? Ну, у них судьба. Они живут и здравствуют, и, я думаю, так и дальше будет. Даже не в Оренбурге, а в Оренбурге. Наверное, телезрители волнуют тот вопрос такой. В Оренбурге у нас, на самом деле, вузов-то. Да, совершенно верно. Четыре старейших вуза, которые ведут, там, кто-то больше, кто-то меньше, но у каждого истории насчитывают, там, не менее 50 лет. Ну, в общем, вы предлагаете телезрителю успокоиться, и все будет хорошо, да? Если не случатся каких-то очередных форс-мажорных, там, экстраординарных какие-то меры... Вот об этом разговор еще впереди, а сейчас пока все-таки предлагаю вернуться к обсуждению этого сюжета. Надеюсь, не забыли, который мы посмотрели. Вот ваш покорный слуга, который его делал, он там высказал такое предположение, что, собственно, все вот эти министерские проверки, они идут... Стоит вспомнить такой старый проверенный принцип, что новая метла по-новому метет. Вот пришел новый федеральный министр образования, чтобы доказать свою значимость и серьезность, говорит, я сейчас там из всех. И вот устроил такой мониторинг. У вас, Владимир Владимирович, нет такого ощущения? Обращаюсь к вам, как представитель того самого вуза, который признан неэффективным. Продолжение следует...